Всем привет! И сегодня мы будем смотреть ролик Jurassic Channel Мир юрского периода за воротами, набор Эпическая битва, второй сезон, обзор Я знаю, кстати, этот сериал, там типа он рассказывает про новые выпущенные фигурки динозавров по миру юрского периода Ну, которые от Баттел Ладно, давайте смотреть Ну да, мы знаю, я уже подписан Доктор Эли Сеттлер Разбирать фигурку доктор Эли Сеттлер мы не будем, поскольку она, как и, например, доктор Алан Грант, появлялась в предыдущих наборах. Да, в этом наборе разве что изменился её внешний вид, то есть её одежда, но всё равно, на мой взгляд, это не повод для того, чтобы сделать, так скажем, небольшой разбор. У неё даже нет своих дополнительных аксессуаров, поэтому... Да, но мелкие фигурки, я думаю, не всегда стоит обозревать. Начнём с фигурки Тираннозавра Рекса, которая, на мой взгляд, получилась очень большой и классной. И что ещё радует, так это то, что Тираннозавр в этом наборе представлен в совершенно новом окрасе, а именно Тираннозавр покрыт здесь тёмно-коричневатым окрасом. И, в целом, это отсылает к Тираннозавру из мира южского периода господства. Ну да, мне, кстати, кажется, что Рексия здесь получилась более страшнее и темнее. А вот фигурка Гиганнозавра действительно получилась очень гигантской. Причём, что ещё меня радует, так это то, что на спине Гиганнозавра есть специальная кнопка, при нажатии на котором Гиганнозавр переходит в некий режим атаки. В общем, я не знаю, как это объяснить, вы сами всё видите на экране. Ну да, мне фигурка Гиганнозавра тоже понравилась. Мне она даже нравится больше. Фигурка Гиганнозавра мне очень сильно понравилась. И мне не терпится купить в будущем этот набор. Или, если что, купить... Красавец. Да, ребят, если что вы не знали, то Гиганнозавр из мира южского периода господства один из любимых моих тераподов во франшизе ПАК и мира южского периода. Несмотря на вот эти вот шипы и наросты, да. Хоть и выглядит немного как уродливо, ну, с точки зрения науки. Но с художественной точки зрения, ну, в принципе, пойдёт. Гиганнозавра по отдельности. И да, если кто не... Странно, что... Странно, что ты говоришь одного имена. То Гиганнозавр, то Гигантнозавр. Гиганнотозавр, правильно говорить. Знал, все фигурки, представленные в этом наборе, также будут продаваться и отдельно. Последняя и самая, на мой взгляд, необычная и в то же время потрясающая фигурка, это, конечно же, фигурка Терезинозавра. Здесь она, как и в фильме, смотрится просто потрясающе. Конечно, меня немножко раздражает факт того, что Терезинозавр в этой франшизе показан немножко худощавым. Ну да, кстати, немного худощавый какой-то. Могли бы его потолще немного сделать. Да, а фигурка так вообще молчу. Да, в принципе, фигурка неплохая, но мне больше всего Гиганнозавр и Рекси понравились. Но все равно это не повод для того, чтобы его хейтить. В общем, подведем итог. Если вдруг увидите этот набор в продаже, то я обязательно рекомендую к покупке. А также не забывайте написать в комментариях, какой из этих динозавров лично вам нравится больше всего. Ну а наш видеоролик подошел... Мне лично понравилась Рекси и Гиганнозавр. В конце не забывайте оценить его лайком, подпиской, а также обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. И еще не забывайте переходить по ссылкам и подписываться на другие наши страницы в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе о последних новостях, связанных с франшизой Парка и Мира Южского периода и с палеонтологией в целом. В общем, все необходимые ссылки, как всегда, будут в описании. Ну а я же с вами прощаюсь. Увидимся в новом видео. Всем удачи, всем пока. Ну что ж, ребята, если бы ролик получился неплохой, но больше для фигурки тоже неплохие. Не, но мне больше, опять же, понравились Рекси и Гиганнозавр. Ну, а вам какой динозавр понравился больше? А может быть кому-то и маленькая фигурка? Делитесь своим мнением в комментариях. Все, всем спасибо и всем пока.